Всем привет, дорогие друзья и враги. Как вы знаете, в Российской Федерации проходит Питерский экономический форум. И туда отправили журналистов из разных стран, чтобы они задали президенту Российской Федерации, Владимиру Путину, разные каверзные вопросы. Естественно, из Казахстана туда тоже отправили журналиста Государственного информационного агентства Казинформ, причём управляющего директора, а не просто какого-то обычного журналиста Жалдина Оскара Маратулы. И поехал он туда, чтобы задать вот этот очень важный вопрос от всего государства Казахстан. Тут как бы нужно понять, что это за вопрос, который подготовили так называемые наши журналисты президенту Российской Федерации. Этот вопрос можно охарактеризовать так. Бессмысленный, бессодержательный и провокационный. При всей своей простоте он именно таким и получился. И вы сейчас поймёте, почему я дал такую характеристику, так как проблемы были там ещё с эфиром определённые, то есть плохо слышно вопрос, но тем не менее здесь вот будут субтитры. Генеральный директор информационного агентства Казинформ Оскар Муратович. Пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств? Какое будущее между Казахстаном и Россией как соседних государств? Это, представляете, вопрос государства. То есть государство отправило государственного, управляющего директора крупнейшего государственного информационного агентства, чтобы он задал вот такой вот вопрос. Ну вот просто вдумайтесь вот в этот вопрос. Ну какое будущее? Это вот сам, бля, откуда слуны и упал. Ну где ты живёшь? Экономика растёт. Проблем у нас территориальных споров с Россией нет и так далее. О чём этот, мать твою, вопрос? Это очевиднейшая провокация. Просто очевидно скучный, тупой и провокационный вопрос, чтобы Владимир Владимирович Путин начал просто вот объяснять ситуацию экономическую, очевидные вещи, что вот трава зелёная, небо голубое и так далее. Это выглядело как оправдание. Естественно, ему пришлось это всё рассказывать, потому что если ты его, скажем так, этого журналиста воткнёшь башкой в стол и скажешь, что ты здесь устраиваешь провокацию, то скажешь, вот видите, какие русские агрессивные. Начнёшь просто нормально отвечать, скажешь, ну вот видите, они оправдываются, делают то же самое, что говорили как бы на Украине. Так, собственно, и сделали. И вот как не ответь на этот вопрос, получится провокация. То есть всё, что не сделай, получится провокация. И этот вопрос, если его можно назвать вопросом, в принципе, формировали, кстати говоря, не просто так и не один час. Формирование этого вопроса приняли участие все политтехнологи наши казахстанские, Маулина Шамбаева и Добалаева. Даже мне шепнули, что наши украинские многоуважаемые партнёры тоже поучаствовали в формировании этого вопроса. Задача стояла такая. Не просто задать какой-то вопрос, который пройдёт ещё, там же эти вопросы согласовывают, а он должен быть максимально вроде как бы безобидный, но при этом максимально тупой, максимально провокационный и максимально скучный по всей своей природе. Вот всё это в одном флаконе. И им, кстати говоря, удалось, я считаю, этот вопрос задать. В России пока ещё, мне кажется, не поняли, что уже всё, и ждать чего-то адекватного, в принципе, вот этой группы товарищей, в принципе, бессмысленно, потому что они будут делать постоянно просто какие-то пакости. И Путин, Владимир Владимирович, начал оправдываться вроде как, хотя вроде он нормально отвечал этот вопрос, рассказывал очевидные вещи, но всё же, благодаря постановке вопроса, всё это выглядело как некое оправдание. Я считаю, очень хорошие, по-другому и не скажешь. Мы, у нас очень близкие, не просто близкие, союзнические, стратегические отношения. Вот это, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова. И это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно каждый год. И уровень товарооборота, об этом говорит растущий уровень товарооборота. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас не перечислю, это энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос, очень много. У нас огромная совместная общая граница, люди общаются друг с другом. 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане. Прямые связи. И они, кстати говоря, являются, наверное, наиболее эффективными, лучше всего работают, потому что люди напрямую контактят друг с другом, знают друг друга, доверяют друг другу и так далее. Мы с Касым Жамановичем Камиревичем в постоянном контакте с президентом Такаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения. И вот сейчас, если говорить об энергетике, вы знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но будем то же самое делать и в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях. Да, Казахстан сам производит, но тем не менее есть целые большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении и легче получать от нас и дешевле, чем прокладывать новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов. Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнил наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты с Китайской Народной Республики. Значит, то же самое происходит и в наших отношениях с Казахстаном. Там, наверное, почти уже 100%, почти всё в национальных валютах. Кстати говоря, что касается Штатов, я уже говорил об этом сейчас, послезавтра на экономическом форуме наверняка будут такие же вопросы, тоже поговорим. На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчётах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь подрывает доверие к доллару. Просто нелепо, просто нелепо. Здесь, стиснув зубы, что угодно, только надо будет беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчётах, скажем, национальной валюты. Но, как выяснилось, это не мешает нам развивать отношения. Они, наоборот, даже помогают и укрепляют наши национальные валюты. В общем, и в гуманитарной области, в области образования. То есть у нас практически по всем векторам идёт очень активная совместная работа, в том числе и благодаря президенту Такаеву, поскольку он поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Мы скоро забираемся в Астану. Там будет и Шоссе, и потом другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь. Копра Ахмед. Аскар Муратович. Ну вот, казалось бы. Просто вопрос. Вот маленькая, маленькая вещь. Маленький безобидный вопрос и безобидный ответ. Однако вот он всё это максимально скучно, максимально бессодержательно и максимально при всей вот этой вот своей скучности и бессодержательности всё это выглядело максимально провокационно. В сумме. И звучал ответ Владимира Владимировича Путина как оправдание. То есть его заставили как будто бы оправдываться. И что у нас из этого сделали наши маргинальные СМИ, я даже, честно говоря, показывать не хочу. Я там комментарии читал на том же самом ЗТБ. Там батафермы нагнали, Балаевские. И они там рассказывали, что Казахстану нужно готовиться к войне и так далее. То есть у нас активно провоцируют потихонечку настраивать население на, скажем так, ноту войны. И вот такими вот тупыми вопросами, такими тупыми провокациями они это подтягивают всё ближе и ближе. Вот такая вот, казалось бы, мелочь. Но из этой мелочи можно сделать вполне себе серьёзные выводы. Всем удачи, друзья, и берегите себя.